Особое мнение на 101FM Огромные, они анонсировались еще несколько месяцев назад И такая активная кипучая работа, видимо, предстоит, по твоим оценкам, до конца года До конца нынешнего года Ну а теперь будем говорить о делах городских О том, как выглядит наш город, что делается для пешеходов, для водителей Давай начнем с нового сити-менеджера Вячеслава Симакова Который вот уже неделю исполняет обязанности главы Кировской администрации Ну буквально все-все удивляются, откуда у Вячеслава Николаевича берется столько сил Для того, чтобы так активно работать Он завел свой телеграм-канал, активно информирует Кировчан о том, что делает ежедневно И видео выкладывает, и посты пишет Вот буквально последняя запись там в телеграм-канале у Симакова пару часов назад вышла Шумовые полосы, вопрос с ними он собирается решить То, на что жалуются автомобилисты в последние дни Да, инспекция выявила превышение в некоторых местах высоты этих шумовых полос Не очень комфортно, и проезжать и слушать все это Как ты оцениваешь первые дни работы нового сити-менеджера? Ну, с приставкой ИО Впрочем, ничего нового Вячеславу Николаевичу знакомы очень-очень-очень давно Когда он еще возглавлял департамент благоустройства в городе Кирове Он всегда был таким То есть с самого сранья Там с 6-7 утра, когда он просыпался И до позднего вечера он всегда на ногах Всегда на связи, всегда отвечал на все вопросы Никогда не забывал обо своих обещаниях То есть, в принципе, как он себя ведет сейчас на должности сити-менеджера Для тех, кто с ним давно знакомы, ничего нового нет А для тех, кто недавно узнал про Симакова У всех возникает вопрос, не перегорит ли человек Я могу точно сказать, что нет, не перегорит Он всегда был таким И, в принципе, это его комфортное состояние Он так, в таком темпе живет Вот у человека с такой склад, да, характера Вот самой такой персоной Вставать в 5 утра, вернее, в 5-6 утра уже быть на рабочем месте Объезжать, осматривать город Слушай, вот по этим первым дням работы Тянет Вячеслав Николаевич на такого народного городоначальника В хорошем смысле С людьми общается и информирует Я думаю, что если бы у нас в Кирове были прямые выборы мэра То Вячеслав Николаевич был одним из самых главных фаворитов в этом плане Человек довольно популярный как и среди самих чиновников Так и среди обычных горожан И среди бизнес-сообществ Потому что абсолютно все идеи, которые бизнес предлагал Будучи, когда он главой был 1-го майского района А он остается начальником теруправления То есть он никогда никому не отказывал Всем все на встречу Пытался сделать как можно лучше То есть я думаю, что довольно проблемный человек Да, его можно так назвать Ну и к тому же подкупает то, что он свой, да, уроженец Кирова В Вересниках родился, как известно Любопытная фотография, выложена, кстати, в телеграм-канале красивого Кирова Я вчера впервые ее увидел Вячеслав Николаевич с собачкой на руках И для сравнения фото, сделанное, видимо, совсем недавно Любовь к собакам остается у Вячеслава Николаевича Милота-милота такая Мы увидели фотографию у Романа Данинина Которая, как у него правильно называется Личное мнение называется телеграм-канал Да Персональное мнение И, соответственно, я быстренько вспомнил, что у меня есть в моем запасе фотография Вячеслава Николаевича более старая Где он помоложе и собачка другая И мы взяли, скопировали новость Романа и просто поставили другую фотографию Такое, да, хорошее сравнение Вопрос Вопрос, да Просто сегодня у Вячеслава Николаевича еще сегодня день рождения Тут надо воспользоваться, поздравить Пожелать сил, собственно, мужества Устремленности, целеустремленности В решении самых важных городских задач Я, да, спрашивал про то, что действительно живет человек в нашем городе Знает буквально каждый уголок, каждый закуток Такой поток положительных высказываний льется в последнее время, лишь бы не перегорел Нет, не перегорит И я, не знаю, присоединяюсь, конечно, к пожеланиям всех благ В принципе, Вячеслав Николаевич давненько уже в городе Знает абсолютно все проблемы Мне кажется, что... Ну вот для примера, можем какое-то вспомнить конкретное дело, где взаимодействовали? Ну мы с ним десятки раз взаимодействовали Какие вопросы решали? Я могу сказать, как он меняет свое мнение довольно, ну, нанужно, да И когда вот мы ставили пианино в ротонде Он был не сильно за это, потому что он думал, что его накажут Что это ротонды, объекты правонаследия, все прочее Но мы накануне сказали, что Вячеслав Николаевич, мы поставим Он говорит, ну, хорошо, ставьте Не смогу вам запретить, но давайте, если что, то я был не в курсе Вот как-то так А после установки он дня через четыре уже меня поймал в администрации Говорит, Анатолий Николаевич, нам нужен такой же пианино у филармонии Потому что это классно, там все играют Вообще очень хорошая идея И мы поставили очень оперативно там Абсолютно... Ну вот сейчас с этим инструментом видео появляется в пабликах буквально регулярно Постоянно Люди восхищаются Недавно вот тоже опять в Рио губернатор Соколов там гулял И мне Вячеслав Николаевич накануне часов в 10, наверное, вечера в WhatsApp написал Говорит, Анатолий, завтра там будет губернатор гулять И будет случайно захочет поиграть, настроено ли оно Вот, и мы оперативно в 10 часов вопрос решили Пришел настройщик, все... Ну, чтобы Вячеслава Николаевича не подставить Что в его хозяйстве все очень четко То есть не просто тут стоит музыкальный инструмент Да, то есть у нас... Но еще и хорошо звучит Да, у нас связь с ним обоюдная Отстроенный, да, вот мы с Вячеславом Николаевичем... Вот так, я, конечно, очень рад, что сам факт То, что местно стал главой администрации Это даже не именно в личности Вячеслава Николаевича А именно в том, что это был такой некий стимул для работников администрации Для простых там специалистов в различных отделах С которых, собственно, и сам Симаков начинал Что есть какой-то карьерный рост Да, что не приходит... Ну, то есть ты работаешь, работаешь там 15-20 лет на месте Выслуживаешься, доверху доходишь Но самая верхняя ступень тебе не доступна Потому что ее обычно занимали В последнее время просто знакомые Или ставленники каких-либо других там групп И, соответственно, это часто выступало демотивацией Качественно работать, добиваться каких-то результатов Вот мы в начале недели, да, разговаривали с Вячеславом Николаевичем По поводу кадровых перестановок Возможно, он заявил, что не будет делать никаких резких движений В этом отношении Но все-таки, видимо, по примеру в Рио губернатора Соколова он будет настаивать Чтобы подчиненные качественно, ответственно выполняли свои обязанности Он для примера приводил Когда я его спрашивал Будет ли следить сейчас внимательно Насколько хорошо, качественно отвечают жителям На обращение чиновники Он приводил пример, когда один из чиновников Ну, не знаю, это в недалеком прошлом, видимо, было Ответил, что не наше На серьезное, большое, расширенное обращение жителей города Ответил, не наше Вот Вячеслав Николаевич для примера привел Как он будет работать, возможно, в этом отношении Что надо расписать подробно, объяснить, что сделано Если действительно в ведомство другое это надо перенаправить То нужно подробно указать основания, почему это делается Я думаю, что никаких резких движений от Семкова ожидать не стоит Пока он не лишится приставки в Рио Лишится ли он ее или нет Мы узнаем в конце октября Когда соберется новая городская дума И выберет нового сети менеджера Хотелось бы надеяться, что это было А сейчас он просто будет выполнять работу Которую выполнял он на последней должности Последние пять лет Процезон ответственности будет сейчас не Первомайский район А весь город Киров В принципе, сколько мы ходим гуляем Мы понимаем, что в Первомайском районе Было более-менее все хорошо Соответственно, что сейчас более-менее хорошо будет в Кирове То есть каких-то совсем ужасных вещей Как там перекрытие на целый месяц улицы Преображенск Которая планировалась Не будет Будет такое Более качественно для жителей принимается решение И всегда можно будет кого-то спросить И совсем уж какие-то дикие вещи происходить не будут А, кстати, вот это перекрытие, планировавшееся на месяц В районе Драмтеатра Преображенской Как оцениваешь? Это такое чудо предвыборного характера? Нет, нет Или это вполне объективное, хозяйственное? Это абсолютно Симуковская история То есть, если можно сделать быстрее То он делает То есть, у него есть ответственность Он сам ходит по этим улицам И я понимаю, что То есть, это его ответственность Он понимает, что там делать месяц Если можно сделать быстрее К сожалению, этим должен заниматься Не глава администрации А должны заниматься те отделы Которые выдают разрешение Я не понимаю, почему Там, сколько 8 метров асфальта Вырыть яму и все прочее Должен глава администрации ходить И контролировать А не сам подрядчик должен это все делать Сразу же Ручное управление Да, потому что Ну, вот здесь вот, допустим, перекрыли А улица Некрасова Где этот же подрядчик и заказчик работают Это перекрыто уже второй месяц И там просто все разлито И не ездят 23 автобусом По кругу объезжают До туда Семаков не доехал Или до туда там не дошли письма, жалобы То есть Это должно Хотелось бы, чтобы это делалось Не в ручном режиме, а само собой Но я думаю, что вот этот пример Он может стать за родителями И на дальнейшие какие-то вещи Будут обращать на это внимание Что так возможно Потому что раньше, возможно Эти же чиновники Или эти же подрядчики Они не думали о том Что можно сделать быстро Ну, уже мы знаем Прекрасно появляются в пабликах И не только высказывания о том Что возможно Предположения, вернее Прогнозы О том, что Возможно Вячеслав Николаевич Только лишь, ну, так скажем Старожит место Главы администрации И после выборов После формирования Нового седьмого созыва Гордумы У нас новый сити-менеджер будет Я думаю Разделяешь эти Мнения Я разделяю эти опасения Пока Мне кажется Что все в руках Самого Вячеслава Николаевича То есть Если он себя зарекомендует То я не думаю Что Гумератору Соколовой Постокам Решится приставки В РИО Будет менять там Коней на переправе И все прочее Если человек зарекомендует себя качественно То и Условно будет лояльным В принципе Вячеслав Николаевич Уметь быть лояльным То я думаю Что Я думаю Что, наверное К середине сентября После выборов Мы уже будем понимать Останется там Семенков Не останется Ну когда Выборы у нас пройдут Когда будет объявляться Конкурс На пост Занятие Должности Сети менеджера Вячеслав Николаевич сказал Что будет заявляться Ну он заявлялся После этого конкурса В семнадцатом году В двадцатом году И все-таки Вот я немножко Не понимаю До конца Хоть Вячеслав Николаевич Пытался рассказать Как у него так теплые отношения С Фрио-Соколовым Наладились Но вот все-таки Почему именно Почему именно Семенков Оказался таким приближенным Почему не глава Другого террауправления Другого района Кирова Ну мы конечно Прекрасно помним Эту историю Прогулку Соколову По набережной Когда он обратил Внимание И тут и на фасад дома И на разрушенную Поверхность пешеходную И так далее Ну я думаю Что у гумероскоманды Абсолютно есть Куча всяких бумажек И исследований И все прочее Они прекрасно принимают Кто Какой популярный политик Или чиновник Есть в Кирове И соответственно Возможно Там это решение Было принято неприличном знакомстве Просто ему положили бумажку на стол Что вот Лучший результат На этот момент Это Семенков Но ведь Соколов ведь говорил Да уже Что будут ставку На местные кадры Ну говорить Он может все что угодно Потому что мы понимаем Что любой политик До выборов И любой политик После выборов Это два абсолютно Разных человека Пока Соколов Да Ведет себя абсолютно так же Как там Вел себя Глеб Никитин В Нижегородской области Перед выборами И там Еще куча других гумераторов То есть Большая пиарная составляющая Одинаковые методички Абсолютно Одинаковые действия Слова и дела Просто с небольшой Там Как бы Оглядкой на местные Там Какие-то Особенности Моменты То есть Ничего такого особенного Не делает Да Он чуть поживее Чуть помоложе Чуть поактивнее Чем предыдущий губернатор А пока Это хорошо Что будет после выборов Посмотрим Хорошо Еще раз Вячеславу Семакумову Пожелаем удачи И поздравляем С сегодняшним днем рождения Безусловно О Дмитрии Осипеве Хотелось бы все-таки Вспомнить Хотя бы несколько слов Буквально накануне Я заглянул в его Телеграм-канал А оказывается Доступ уже туда Все Закрыт Последняя запись Если не ошибаюсь Там была про то Что надо красить стены В подземных Пешеходных переходах Вот сегодня Отводя ребенка Утром в детский садик Мы как раз таки Проходили пешеходный переход У ЦУМа Спускались Поднимались С другой стороны Проезжей части Я так смотрел На эти стены У меня такое Новое Вот каждый раз Когда я там прохожу У меня какая-то Новая ассоциация возникает Я смотрю на эти стены Такое ощущение Что кислотный дождь прошел Вот эта вот старая краска Она сползает Вместе с ней сползают Эти всевозможные надписи Абсолютно непонятные для меня Все Собственно Ушел Осипов И забудутся Те инициативы В том числе и это О которых он говорил Мавр сделал свое дело Мавр может уходить Это относительно Закрытия телеграм-канала Ну конечно Дмитрий Валерьевич Сильно смазал Ощущение своей работы Вот этим вопросом То есть человек Отучился в Сколково Ездил в Дубай И вот все эти Новые урбанистические вещи Какие-то К ним был причастен Я думаю Что на всех этих Обучениях Семинарах И прочих вещах Ему Прямо что-то говорили Что подземные переходы В городах Уже давно не делают Их не проектируют И вообще Последнее время Очень часто Их вообще просто Зарывают И делают Дублируют Надземные Просто надземными вещами Ты предлагаешь Забетонировать Просто у нас Подземные переходы Залить раствором В Москве В Москве Так же делают В Питере Сейчас так же делают То есть это Абсолютно нормальная практика И вместо того Чтобы Как бы Нормально посмотреть На эти вещи Давайте покрасим Покрасим Мраморные переходы То есть Мы потратили денег На отделку На богатое А потом закрашиваем Больше года назад Ну кстати Один переход Закрасили уже У мечты В темно-серый цвет На московской Да Как это выглядит Ужасно? Ну это выглядит печально Я думаю Что Мы общались Кстати С ДУПИ С теми Кто как раз И придумал Их раскрашивать Мы сказали Может вы купите Керхер себе В хозяйстве И просто будете Регулярно мыть Да Они такие Ну у нас есть 30 тысяч на переход Это только на краску Я зашел на сайт Люра Прямо при нем Показал Что Керхер стоит 24 тысяч Самый дорогой Самый хороший Мощный Каждый человек Настроен На такое Я кстати пытался Тоже почитать Как в других странах Решаются эти проблемы С всевозможными Граффити Рисунками На стенах И на самом деле Единого-то Какого-то решения нет Все самые Даже цивилизованные Страны Сталкиваются с этим Особенно если брать Какие-то Районы Массового скопления Людей Криминальные районы Одна из технологий Которые я прочитал Это покраска Опять-таки Но покраска Некой краской Которая потом Легко смывается Вместе с этими надписями Нет Красить конечно можно Но накрасить Нужно Штукатурить на стену Подготовленную под покраску Глупо красить Мрамор Мрамор Проще отмыть Вандализм Извините По поводу По поводу Граффити Муралов И всех прочих Если Какое-либо здание Или переход Сделан качественно Никакой даже Самый Дурачок Которым хочется Показать себя Да Или заявить себе Он не будет раскрашивать То есть Мы в городе Видим Десятки стен И те стены Которые Серые Неприятные Или Сделаны Какими-то такими Граффити Не очень красивые Их закрашивают С удовольствием Да Если Брать там Красивое здание К ним Даже никаких Автографов Ничего нет То есть Все понимают Все Соответственно Если подземный Переход Будет освещенный Безопасный И сделан красиво Никаких там И хорошо бы Еще систему Видеонаблюдения Возможно Ну она Не сильно В текущей ситуации Потому что Я думаю Что система Видеонаблюдения Сейчас В городе Настолько достаточно Что можно Вычислить Любой рисунок Но никто Тем не занимается У нас даже Условно говоря Улица Спаска Или там Если посмотреть За окно Машины припаркованы Под знаками Где парковаться нельзя И они так стоят Из года в год И никто на это не реагирует То есть Никакие камеры В этом плане Вопрос ответственности Вопрос вовлеченности Вообще В работу И понятий Обязанности Некой Что это нужно Делать Хорошо Анатолий Курбатов Координатор сообщества Красивый Киров Именно с ним Мы сегодня беседуем В рамках передачи Особое мнение Дальше идем По актуальным новостям Связанным Связанным С городским пространством Буквально недавно Было анонсировано Скорое начало Работ по реконструкции Парка имени Кирова Это будет первый этап Известила нас городская администрация Почти 90 миллионов рублей Собираются на это потратить Ну в частности Там хотят убрать Беговые конструкции Нижнего пруда Расчистить территорию От деревьев и кустов Демонтировать ограждения Лестницы Заменить их на новые Укрепление берегов Планируется Возведение деревянного пирса Амфитеатра И все это Должно быть Сделано До 20 декабря Нынешнего года Первый этап Еще раз напомню Ну сразу же вопрос возникает Боже мой А раньше-то нельзя было К этому приступить Но я понимаю Что там бюджетные Всевозможные Да эти движения Субординация Финансовая Но Как бы они приступили раньше Если человек подписывающийся документы С апреля находился в прострации Две недели назад Подал в отставку То есть Соответственно Если не было Какой-то подписи И все прочее Не могли заявиться на аукцион По поводу парка имени Кирова К сожалению Ну красивый Киров Традиционно большое внимание Уделяет Да Этой территории Мы работали вместе С Антоном Балахниным Максимально пытались ему помочь Проводили встречи С жителями Знакомили его с бизнесом Это дизайнер из Пинзы Из Пензы Да То есть У него была шикарная концепция Но после того Когда она попала На стол Нашим кировским чиновникам И ушла уже В проектную организацию Сильно упростилась И откатилась Там лет на 15 Там 20 назад В тех решениях Которые были представлены Антоном Поэтому Видимо Финансовый вопрос Нет На самом деле Никаких финансовых вопросов Там в этом нет Ну Как понять Финансовый вопрос Если Там меняют Современные материалы На несовременные материалы Которые там еще дороже Меньше Срок службы Даже так Меняют какие-то Классные креативные решения На решения Которые там Должны быть В мемориальных зонах На каких-то кладбищах Но не в городских парках То есть Как бы такие подходы Довольно странные И когда задаешь вопрос Они такие Ну там да Вот финансовый вопрос Там где-то дороже Не дороже Но по факту Сколько попросишь Сколько дадут То есть Если ты делаешь проект Ты делай проект Ну не можешь Таким вот Часть сделать сейчас Ты прими проект В том виде В котором тебя нарисовали В котором согласовали С жителями С бизнесом И вообще Не зря же Исследования проводились Человек старался И сделал Да Очень качественная работа Прими весь проект Выполняй просто там Не 6 лет А 7 Но то ты сделаешь так Что жители будут тебе благодарны Да и самому Будет приятно ходить Но к сожалению Какой-то вот Подход В этом плане Тут наверное Очень-очень некачественный Общая сумма затрат Там на уровне 600 миллионов рублей Анонсирована Не знаю На мой взгляд Это очень-очень мало А как тебе представляется Все-таки Огромная территория Ну я помню Ты просто Ты просто хозяйственник Собственно Занимаешься своим объектом Да О котором чуть позже поговорим И ну сразу же Какие-то образы возникают Не очень какие-то веселые Сопоставим по площади Объекты в соседних регионах Там Ижевск Там И тоже Нижний Новгород Там На такие площади Тратили по 2-3 миллиарда рублей Миллиарда рублей Да Но там не было еще прудов То есть Если брать центральную Так называемую Набережную Города Ижевска Она без прудов То есть она вдоль пруда Набережная Там никаких таких вот Сложных вещей В плане Коммуникаций Как у нас предстоит работать В парке Кимникирова И нету И с этого все равно дороже У меня вообще вопрос К ценам 600 миллионов То что там заложено По идее Если бы дали Вам или мне Мы бы сделали Тот объем работ Я думаю Что за 250 За 300 Тут такая Наша бюрократическая Надбавка Ну как бы она есть Ну да В рамках тех Цен Которые сейчас есть 600 миллионов Это конечно Крайне мало На 24 гектара По моему Да Больше 20 Я точно помню Таких гектаров То есть Посмотрим Надеюсь Будет лучше Чем сейчас Второй этап Нам обещают В следующем году И все это должно быть Готово к 2024 Ну вот не сложилось Вот боюсь все таки Что сложится В этом году Ничего сделано не будет Скорее всего Ну как вы думаете Сейчас серийная августа На закончик декабрю Что они там могут сделать Остается Сентябрь Берег укрепления Осенью Ну странно Ну кстати Берег укрепления Можно делать зимой Это в принципе Самый подходящий Период для этих работ Ну земляные работы Да Посадка деревьев И все прочие вещи Ну это такое довольно странно Конечно такие договоры Такие контракты Надо заключать В январе-феврале Чтобы у подрядчика Был целый год Чтобы он спокойненько делал То есть В тех условиях Которые Получились Если бы эти были Деньги Муниципального бюджета Или регионального Я думаю Что бы ничего страшного Они бы там Пошли бы на встречу Заплатили небольшой штраф И работы перенесли Там на апрель Мои месяцы будущего года Но так как это деньги Идут по федеральной программе То скорее всего Они не будут освоены Регион получат штрафные санкции И на будущий год Эту сумму Никто не получит И в итоге Есть Большая вероятность Что Парк не то что В 2024 году А сделан вообще не будет С таким подходом Ну да Я понимаю прекрасно Твои соображения Зная что у нас происходит В последние годы И как строится Как строится В отношении с подрядчиком Какие проблемы могут возникнуть Все что угодно может произойти Это как у нас В дворце пионеров Два года назад Мы периодически там Делали различный объект Там освещение Скамейки Вороковую площадку И два года назад Мы хотели там сделать Площадку для Футбола Для хоккея То есть Такая Спортивная площадка Очень хорошая Ровная местность Зимой которую можно заливать Да С бортами Совсем с воротами С освещением Соответственно у нас были деньги Был проект И Мы месяца три Наверное С различным Там уровнем Совещания проводили В итоге нам отказали С мотивацией Что на этом месте Регион Поставит за свой счет Точно такую же площадку И вот у них уже там Выбрано место И все прочее В итоге Нам не дали Эту площадку Вам частные лица Предлагают Без участия Бюджетного финансирования Сделать Такой Ну не было По федеральной программе Как раз Очень подобная вещь В итоге мы площадку поставили Ну не мы А те кто хотел Поставили В Уткин парке Да Вот эта коробка хоккейная Качественная Хорошая сделана А Область не смогла найти подрядчика Тоже опять Аукцион был Получается Два года назад В августе Подрядчики не шли В итоге прошло два года Пусырь остался пустырем Зарастает бурьяном И площадки нет Нам не дали Сами не сделали То есть тут Потому что мы живем в России давно Да Все время Все время ты одергиваешь себя Да И помнишь о каких-то негативных моментах Которые всегда сопровождаются При реализации таких вещей Что касается театральной площади В следующем году тоже там Должен быть реализован проект Который был представлен Еще если не ошибаюсь В мае этого года И выравнивание Самой площади Укладка гранитных плит И разноуровневые вещи Вот это делать И озеленение Приведение скверов В порядок В общем тоже Картинка хорошая Очень прям вот радостная Он был представлен в мае 2022 года Второго, да По ощущению Что он был Нарисован в мае 2012 года По его качеству У меня на самом деле Очень Большие Большие критические вопросы К тем Кто разрабатывает проект Для Кирова Я большинство людей знаю Лично Вроде профессионалом Общаются хорошо У них есть прекрасное понимание Как должно быть Они прекрасно Орудуют Всеми инструментами Чтобы это сделать Но на ком-то этапе От рисования До утверждения На выходе Получается такое Что Ты не понимаешь Как так получается И не понимаешь Это не современно Это не актуально Да Это Противоречит конкретным Малофункционально То есть там Очень-очень много претензий И не понимаешь Как вообще Такой некачественный проект Допускается До реализации На центральной улице города То есть Не знаю Кого винить Но пока получается Так что мы Довольно сильно Отстаем Даже от соседей Просто если брать Приезжаешь В ту же Казань Или сейчас Нижний Новгород Последние два года Очень бурно пошел вперед Это же Выжезг Такой промышленный центр Который там Раньше был В составе Вятской губернии Небольшая города Акты Ты смотришь Что у них благоустройство Качественное А приезжаешь Киров Все в брусчатке Куча песка Постоянная И скверы Которым там Хвалился предыдущий гумератор Вот который находится На улице Повсоюза Больше похож Действительно На мемориальную зону Сельского кладбища Чем на сквер Где никаких Веселых Каких-то Ассоциаций Не приходят Несмотря на то Что здесь Густонаселенный район И дети должны Где-то поиграть И взрослые прогуляться И влюбленные тоже Нет Если надо было сделать В этой мемориальной зоне Это можно было сделать Так, чтобы и люди гуляли И если надо Они могли покрустить В этом плане Я могу там Привести пример Город Кирс И там Есть такая улица Первого боя Где Армия Колчака Белая С Красной Воевала Ну, Красной Там столкнулись И на одном Краю улицы Стоит памятник Красноармейцу Такая типовая Садово-парковая структура Почему-то внесенная ВКН Обшита Профлистом И прямо на центре дороги Ну, получается так Объезд вокруг нее Это у 220-го дома А у дома номер один На другой противоположной стороне Построен памятник Как раз уже белым войскам За счет родственников Преимущественно латышей и чехов У нас 15 секунд до рекламы Да, и это просто Оставленное место С окопами С прострельными камнями И просто стоит поклонный крест С небольшой надписью Что здесь таки И ты заходишь Вроде природа Но тебя берет за душу Ну, да Исторически сохранилось Разница большая, конечно В подходах Мне бы хотелось, чтобы было Как там Продолжим нашу беседу С Анатолием Курбатовым Через небольшую рекламную паузу Вернемся Анатолий Курбатов Координатор сообщества Красивый Киров Владелец исторического здания В Слободском Это водонапорная башня Построенная по проекту Ивана Чарушина Поговорим чуть позже О планах Касаемые ее Продолжаем о городских вещах И темах говорить У нас тут очередной скандал Дорожный, если можно так выразиться Из года в год Эти вещи повторяются Если что-то делается на дорогах Это вызывает огромную бурю негодования И возмущения жителей областного центра Вот на днях у нас случился Скандал с шумовыми полосами С дорожной разметкой Люди снова негодуют Из-за того, что невозможно Заехать во двор Выехать из дворов На перекрестке Попова Щерса Организовали по-новому движение Поставили дополнительные секции светофора Стрелки Повесили знаки движения по полосам Ну когда это закончится Вот так и хочется спросить Кто виноват Почему все не для людей Да, как пишут кировчане В пабликах всевозможных Ну тут я хочу Начать с хорошего Нам же все это преподносит Как требование безопасности Мы повышаем безопасность Да Да, я хочу начать с хорошего Я в этом году побывал уже Там В Самаре В Базулуке В Оренбургской области В Нижнем Новгороде В Владимире У нас очень хорошие дороги Внутри города Качество Качество поверхности 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 Да, она прямо сильно выделяется Даже на фоне городов-миллионников Второе То, что пытается сделать ГИБДД Это имитация какой-то деятельности Абсолютно непреставленный подход Абсолютно неправильное решение Действительно ухудшающее Ну тут, наверное, не надо ГИБДД только виниться Тут же все делается сообща И городская администрация Они же все согласовывают Там предписания Там какие-то вещи Тут я бы не был склонен к винить администрацию Да Как вот, допустим, в пабликах Там злого Кировчанинка Это молодой человек Постоянно пишет, что типа во всем виноват Драчков Артем Драчков Это глава транспортного отдела города Кирова На самом деле нет Хочется встать на защиту Артема Молодого специалиста Да Молодой специалист Но, несмотря на свою молодость Он очень качественно выполняет свою работу И действительно, те вещи, которые происходят в городе, плохие Это не его вина Ну, это такие обстоятельства Это такая иерархия принятия решений Те вещи, которые можно не делать, плохие Которые в его компетенциях он не делает Ее можно улучшать, он улучшает Но, к сожалению, должность начальника транспортного отдела Она не такая высокая И, соответственно, испускать на него всех собак И винить его во всех, как бы, бедах Я думаю, что это неправильно Необоснованно По поводу ЕБД я бы эту структуру разогнал бы В моем понимании и в понимании тех специалистов, которых я читаю, с которыми общаюсь Абсолютно не нужна структура в рамках городской каких-то вещей У них нет никаких специалистов, которые должны планировать дороги Они этим пытаются заниматься И ребята с юридическим образованием пытаются лезть Как бы, условно говоря В урбанистические вещи Ну, тоже в урбанистические вещи В городское хозяйство В городское хозяйство В транспортном потоке Которые ничего не понимают Они постоянно придумывают какие-то новые фишечки Которые им кажется, что они будут работать И эти фишечки постоянно ухудшают И без того плохое, как сказать, качество Состояние транспортной доступности города Кирова Те все нововведения с перекрестками Это просто ты смотришь иногда И вот рука сама тянется к колбу Хочется шлепнуть себя И говоришь, ну как так? Как вообще до такого можно додуматься? В Слободском недавно ввели вообще Вкризаградский зеленый сигнал И еще снизу два маленьких стафорчика С белыми стрелочками направо Типа осторожно, там пешеход То есть это желтая рамочка А ну да, такое современное решение Где-то попадалось мне на популярных сайтах И подъезжает машина И он все, он ее может понять Он потерялся То есть абсолютно Обычный перекресток На котором проезжают полторы машины в час Завешен полностью как гирлянда Со всеми знаками этими С мигающими, с желтыми, с зелеными, с оранжевыми С отчетом обратно это И ты когда подходят в итоге Подъезжает в тембилист У него горят три одновременно каких-то вещей Плюс пешеходный отдельный светофор Который может не совпадать по фазе А когда подходит светофор Он вообще не видит своего пешеходного перехода Потому что там знак пешеходного перехода Прямо поставлен так, что не видно светофор Разрешающий, не разрешающий Он реагирует на машину Идет машина его И это не настоящий То есть как это вообще возможно Я не знаю У меня большие вопросы По поводу шумовых полос Которые там всех возбудили Шумовые полосы нужны для трасс В городе их вообще не должно быть И те вещи, которые там Знаки в желтой рамке Шумовые полосы Какие-то вещи Это абсолютно идиотизм Те, кто это придумывает Их надо просто гнать из этой профессии С волчьим билетом Чтобы больше там здесь они не были Кардинально, жестко Для успокоения трафика Надо проектировать улицы правильно Если брать, что у нас такое наследство С широкими улицами Какими там Пожалуйста Делайте приподнятые пешеходные переходы Есть такое решение Их в том виде Как там условно делать В Краснодарском крае Когда ты Если едешь с соблюдением 40 километров в час Ты вообще его не замечаешь Но если ты превышаешь тебя На 5, на 10 Тебя начинают подкидывать Тебя подкинет на этом переходе Все А наши переходы Наши подъемы У нас лежачие полицейские Они делаются вот такими штуками Что тебя и предотстег Ты из Бавлярского России Их 60 Ты их прогнуть Совсем чувствуешь То есть соответственно От них тоже эффекты У нас в Кирове была история Когда лежачие полицейские укладывались А потом прокуратура Некие претензии предъявляла Они не по ГОСТу сделаны И как-то эта история прошла И вот тоже после этого Кто во что гораст Эти неровности начали делать Широкие, узкие Выше, ниже Боже мой Почему? На самом деле Больше положительных примеров Но хотелось бы Чтобы все были одинаковые И я не очень понимаю Зачем делать два лежачих полицейских Перед пешеходными переходами С одной и с другой стороны Если можно сделать один Нормальный На самом пешеходном переходе Потому что Я часто гуляю по улице Сурикова Где два лежачих полицейских И машина остановится Переваливается И прогоняет через пешеходный переход На полной скорости за следующим Препятствие должно быть В том месте Где ходят пешеходы Плюс Если лежачие полицейские Будут на месте пешеходного перехода Там не будет луж, воды И будет комфортно передвигаться Да, да, да То есть решение такое Улучшающее Материальные затраты И улучшающее качество И удобство Но почему-то принимается другое Две-три минуты Остается у нас буквально поговорить О планах в отношении Водонапорной башни В Слободском Пушкино 10 Да Адрес Пушкино 10 Если будете проездом Или специально поедете Вот сейчас напоминаем Сразу конкретный адрес С понедельника Начинается реконструкция Да То есть Две минуты рассказать Что будет сделано В ближайшие месяцы Два года и два месяца У нас ушло На то, чтобы шестеренки Бюрократии Повернулись В правильном направлении В вашу пользу Не в нашу пользу Просто провернулись Как надо И мы получили Все тех условия Разрешение Точки подключения И прочие-прочие вещи И да С понедельника Мы приступаем К рестоконструкции Водонапорной башне Я планирую Внешний вид здания Сделать Первым декабря Пока теплый сезон И отделку внутреннюю Закончить Наверное К концу зимы То есть Сейчас Ничто не может помешать Кроме Там Не знаю Каких-то форс-мажоров То есть Абсолютно все Для этого есть Вот как-то так Первый этаж Я уже прочитал Кофейня Да Ну Не то, что кофейня Первые три этажа Это музей Но первый этаж Это хочется сделать Такой Не знаю Кстати, френдлим музеем То есть Это такая вещь Когда Это уже музей Ну вроде как музей Да Ну там можно попить кофе Что-то купить Какую-то сувенирку Или там Какие-нибудь С выставочной работы Можно будет приобрести Второй, третий этаж Это чистый музей А четвертый этаж Это будет что-то Может быть апартаменты Может быть место Для культурных Вечеринок Для мероприятий То есть Все, что сейчас Чем башня занимается Последние два года Там проводится Культурные мероприятия То есть Это будет скорее всего Достут на четвертом этаже Вот И на пятом этаже То есть На самой крыше Будет наверное Ну она и сейчас Есть обзорная площадка Только она будет уже Более качественная Безопасная Не как сейчас В таких условиях Которые у нас сейчас есть Чьими силами Кто непосредственно Будет заниматься Этими вещами Удалось договориться С найти подрядчика Или единомышленник Подрядчики Сейчас у нас есть Генеральный подрядчик Но будут разбиты Там Этапы на трех разных Суподряд 30 секунд Окна нам делают Будут нижегородские мастера Кладку снаружи Будут вести Печеньки Слободского А внутреннюю отделку Мы будем делать С силами тех людей Которые ремонтируют Мне квартиры Вот По деньгам По деньгам Это где-то У нас Около пяти миллионов затрат Из них Два миллиона Двести тысяч Выделил фонд Потанина В рамках Индустриального эксперимента На миллион триста У нас есть договоренности С людьми Которые там Готовы пожертвовать Материалы Ну там со скидкой С какой-то прочее И миллион триста Собственных средств Здорово Я поздравляю Что все так срослось Понимаю Что сейчас Не очень простые времена Но Все мы надеемся Что Цены на материалы Которые идут на башню Не подоржали Даже немножко подешевле Вот Надеемся Что очень хорошо И благополучно Удастся довести Все это до того конца Который задуман Анатолий Курбатов О судьбе Кстати башни Можете читать В соответствующей группе Во Вконтакте Водонапорная башня Слободской До новых встреч Благодарю Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM